Германия не будет отзывать своих военных из Балтии. Солдаты Бундесвера останутся в составе миссии НАТО в Балтии. При этом расширение военного присутствия не планируется. Министр иностранных дел Германии Хайко Масс сообщил, что подразделения Бундесвера и далее будут находиться на территории Балтии для сдерживания возможной российской агрессии. Но расширение военного присутствия для нас не стоит на повестке дня, заявил Масс в пятницу, 11 мая, на встрече со своими коллегами из Латвии, Эстонии и Литвы, которая проходила в Литовской Паланге. Реагируя на обострение отношений с Россией, НАТО в июле 2016 года приняла решение об отправке около тысячи солдат в Балтийские страны и Польшу. Это стало крупнейшей переброской военных на восток Европы с конца Холодной войны. С февраля 2017 года около 450 военнослужащих Бундесвера находятся на военной базе в Литовской Рукле, примерно в 100 километрах от границы с Россией. Все это время немецкие истребители участвовали в патрулировании воздушного пространства стран Балтии. Хайко Масс заявил, что эта практика будет продолжена. Правительство Эстонии, Литвы и Латвии хотели бы получить еще больше военной поддержки, о чем намерены заявить на сам Мити НАТО, который пройдет в июле 2018 года в Брюсселе. На встрече с Хайкомасом представители трех государств указали, что речь не обязательно может идти о большем количестве солдат. Литва, Латвия и Эстония рассчитывают на поддержку в укреплении противовоздушной обороны. С этой целью они хотели бы развернуть на своих территориях американские зенитно-ракетные комплексы «Патриот». Ранее сообщалось, что США открыты для переговоров об увеличении своего военного контингента на территории Польши. Источник. Русская служба DW. Новости от Корреспондентнет в Телеграм. Подписывайтесь на наш канал и чтите пиастими Корреспондентнет. По материалам сайта Ньюзгроком. Редактор субтитров А.Семкин Корреспондентнет